МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях замечательный человек. Зовут ее Ирина Шерель. Она живет в Израиле, в городе Батьян. Она занимается музыкальной терапией, йогой с детьми. Сейчас зачитаю немножко из ее автобиографии. Музыкант со степенью Букалавра, музыкальной академии Тель-Авивского университета. Тренер по детской йоге и йога-терапии. Колледж Ридмана. Я, кстати, тоже там учился. Только в отделении Тель-Авивистском, а в Иерусалимском. Дипломированный педагог по музыкальной йога-терапии системы доктора Ноа Блас из Рави. Мне выпала большая честь на протяжении 18 лет быть ученицей доктора Ноа Блас, замечательного педагога, который оказал глубокое влияние в области музыки и йоги по многих странах мира. Я работаю с детьми по волшебной системе более 25 лет. Создатель международного благотворительного проекта «Йога-сказка перед сном для детей и родителей». Автор уникальной методики расслабления с помощью музыкальных медитаций, основанных на древней символике йоги. А теперь послушаем саму Ирину. Ира, пожалуйста. Я приветствую всех, здравствуйте. Меня слышно? Да, сейчас секундочку я тебя включу, чтобы было видно. Тебя слышно и тебя видно. Отлично. Я приветствую всех, кто меня слышит сейчас. Также подключится к записи. Я понимаю, что это останется в записи. И я очень рада принять участие на вашей конференции. Я вам сыграю на тарелочке. Через интернет немножко передастся звуковая волна моего музыкального приветствия. Скажу несколько слов, добавлю о себе. И перейду к методике и различным интересным историям. Лечение музыкой я начала изучать в возрасте 18 лет. Это как раз тот возраст, когда я репатриировалась со своими родителями в Израиле из Ленинграда. Тогда это был еще Ленинград, а не Санкт-Петербург. Почему я заинтересовалась этим? Я поступила в музыкальную академию в Тель-Авивском университете на класс фортепиано. После огромного количества различных конкурсов и концертов и занятий по 3-4-5, иногда 6 часов каждый день. Мое тело перенапряглось, физическая душа была как будто не со мной внутри. Она устала. И я искала какой-то способ прежде всего вылечить себя и чувствовала, что больше не могу. И на мои молитвы Бог прислал мне замечательного педагога Ноа Блас, которая пришла давать лекцию по терапии музыкальной. Мне тогда было ровно 18,5 лет. Я влюбилась в это и после следовала за ней везде. Я закончила параллельно два университета. Один по терапии, один по музыке. Мой папа музыкант профессиональный, поэтому он с трудом воспринимал такое мое ответвление. Но вылечив свою душу, я поняла, что это мое призвание. И также в 18,5 лет волю судьбы мне дали несколько учеников, аутистов. Я не знала даже, что это за название. И я, не имея никакого опыта, никакого багажа знаний, просто улыбаясь им, делала с ними все свои домашние задания, которые у меня были в музыкальной академии. И это было так славно и так здорово. И они смотрели мне в глаза. И мы с ними веселились. И я видела их как уникальных, замечательных. Ну, что, что они не разговаривали. Они были такие замечательные, такие чудесные. В конце месяца через три одна женщина вышла в декретный отпуск и дала мне на три месяца своих учеников. Они уже разговаривали, они уже пели, они уже баловались. И я считала это совершенно нормальным. А как оказалось, а как оказалось потом, это было вау. Это было совершенно непонятно, как же это произошло. И вот сказать вам честно, углубившись во все методики, но в протяжении 18 лет я изучаю такого количества различных методик общения с детьми, с проблемами в развитии. Вы знаете, я осталась той же девочкой, 18-летней, которая, когда приходит мне ребенок, она радуется, она видит искорку его души и зажигает ее. И как будто все мои степени и звания улетают далеко на небо, а я руководствуюсь только интуитивной какой-то методикой и раскрываю самое лучшее в этом ребенке с помощью музыки. И вот такое предисловие, почему я попала в эту область, почему мне это было так интересно. Я считаю, что это один из таких основных моих влюбленностей. Наверное, если бы я не прошла такое количество конкурсов, я не была бы так влюблена в эту область. Поэтому все, что не делает, то все к лучшему. И методика моих занятий с детьми, она имеет базисную основу от системы моей дорогой учительницы Nooblast. И на ней, конечно, как каждый педагог, я придумала свои авторские методики, но базис именно моей учительницы. Он основан на нескольких ответвлениях. Например, это музыкальные образы животных в музыке. Второе. Музыкальные образы элементов природы, таких как солнце, луна, земля, небо, вода в музыке. Таких, как развитие речи в музыке с помощью маленьких песенок-попевок, которые я наиграла на фортепиано и напела. Их очень много. И все они по одной минутке. И вместо определенных слов, это словосочетания, на которых я строю язык. Это целая методика. С движениями, с хлопками, с прыжками, с всякими разными юмористическими движениями. И во многих странах мира на протяжении 20 лет я слышу, как эта методика Nooblast по развитию речи, которую я наиграла и напела, продвигает любой язык, на котором разговаривает ребенок. Потому что словосочетания, они одинаковые на всех языках. Следующая тематика этой методики музыкальной, это музыкальная медитация, слушание звуков этнических музыкальных инструментов. Вот как вот эта вот тарелка, гонка, которая висит за мной. Я его успокою, потому что мешать будет. И очень много открытий в этой области. Но каждый раз, работая именно этой методикой, слушание в звуки, в эхо, обертоны, обертоны это звуки над звуками. Например, слышите один звук в гонге, а он рассваивается на огромное количество этих звуков, которые вас как будто погружают в один. Слушивание вот в эти звуки, эхо полностью отключает, полностью отключает какие-то мысли повседневные. И мозг концентрируется только на этом звуке. И если вы можете о чем-то подумать и не слышать, и слышать одновременно этот звук, то, значит, вы не вслушиваетесь так четко в него. Если вы будете только думать об этом звуке и вслушиваться во все-все-все-все эхо до самого конца, вы не сможете ни о чем подумать. И у детей это выражается даже в каких-то удивлениях таких, что они начинают разговаривать с предложениями, хотя до этого не разговаривали. В общем, происходят различные волшебства, как я называю. И вот я не договорилась о фразах. Методики и различные доктораты и постдоктораты, которые пишут по абертонам музыкальным и как они влияют на нервную систему, всегда заканчиваются одним и тем же, что люди до конца не понимают, почему так это работает. Поэтому я оставляю это как волшебство, я оставляю как магическая сила музыкальных звуков и радуюсь именно этому как фея, что вот произошло опять волшебство. И спасибо большое музыке за то, что она лечит души и вливает в них такие нектары музыкальные. И также я расскажу о своей авторской работе, которая находится в благотворительном проекте. Он начинает свою жизнедеятельность именно с, я думаю, с конца вот этого года это начнется. Йога, сказки перед сном. И почему йога, сказки, я расскажу вам чуть позже. Также я расскажу вам о своей дочке Шелле сегодня на встрече, которая, наверное, была самый крепкий орешек во всей моей деятельности, так как я мама этой девочки. Мне вынуждена была с ней работать по всем моим методикам, и мы даже создали много новых. Этой была девочкой с особенностями в развитии, с дислекцией и со множеством недоразвитий с самого рождения. И какой успех мы сделали, и как работает Шелле, которая сейчас 13 лет с детишками, об этом я тоже расскажу сегодня. И я думаю, что можно посмотреть первый фильм, который будет вот в этой моей музыкальной студии. она находится в Батьяне, в центре страны, над морем, и в ней происходят мои индивидуальные занятия. Мы можем посмотреть вкратце на три минуты, как эти все методики я... А как я них рассказываю, фильмом? Пожалуйста. Выйдем. Гонг Хаолам. Гонг. Атнодот של הגонг мешают от натоба למערכת הצבעים של הילד, и мазмонт אותם. Спасибо за просмотр! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ходить по квартире уверенно, с такой поднятой головой на плечах, радоваться, улыбаться и начать разговаривать торжественно, чувствуя себя слоном. Это как один из примеров. И я так понимаю, что в будущем на конференциях вопрос о какой-то методике из всех моих методик, которые вас интересуют, я могу сделать на определенную тему, провести лекцию. Например, животное в музыке. Я могу рассказать, как родитель сам может это сделать легко, весело, интересно и каждый день, каждый день получать какой-то эффект от этого. И какая музыка, классическая музыка, подходит как фон для определенного персонажа. Или на любую другую тематику, которая будет волновать вас, я смогу раскрыть по полной программе, полному масштабу это. Сейчас еще один маленький, совсем маленький фильм о моей работе с детьми, который также подчеркивает индивидуальность каждому ребенку. Я не могу вести группы, как терапия. Это идет только индивидуально, потому что у каждого есть что-то особенное свое. Пожалуйста, еще один маленький фильм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем нашу лекцию. Я сосредоточилась на одном моменте из всех методик. Это развитие речи с помощью музыки и смешных словосочетаний. Это методика Нуаблас. Повторюсь, я была только исполнительной. Я исполняла, я записала это 13 лет назад, будучи беременной на 9-м месяце своей младшей дочкой. И после этого очень многие, очень многие дети начали разговаривать с музыкальными вот этими словосочетаниями. Я хочу посмотреть, показать вам один из фильмов на 30 секунд, как моя дочка, которая не разговаривала, что она с этим делает. Вы обратили внимание, конечно, на два элемента. На куклу, которая открывает рот, это может быть даже, собственно, рукава у мамы или у папы, или у бабушки. Можно наклеить на нее глаза. Это достаточно, потому что вот он рот. Тогда у ребенка есть уже стимуляция открыть его. Это большая труба. Именно этот инструмент называется диджеридут. Я приготовила рядышком вот такой рулон бумаги. Точнее, это не рулон бумаги, а это уже только основа его. Я обклеила бумажкой и сделала для каждого ребенка маленький диджеридут, через который увеличивается сила звука. Это очень-очень-очень интересно ребенку сказать внутрь этой трубы. Это правда весело и здорово, и дает такой стимул сказать в нее что-то. А если, например, сделать звук такой, для этого губы должны быть полностью расслабленными, то получается низкий-низкий звук. Это уже следующий этап. И пири-пири-пири одна из песенок. То есть вместо слов есть пири-пири-пири. Ребенок может топать, может хлопать, может играть, может говорить руками, может петь через трубу. И таких есть около 50 музыкальных маленьких мелодий-попевок. Это авторская работа Ноа Блас, которую создала, и я на пела и наиграла. Действительно, очень далеко ведет ребенка, и нету границ различным выдумкам на эту методику. Потому что все, что вы не придумаете, все будет замечательно. Можно хлопать, можно топать, можно бегать, можно играть игрушками, руками и так далее, и так далее. Они очень запоминаются. Они идут и грустные, и веселые, и различные-различные мелодии. И Шелли, моя дочь, у меня трое детей, только Шелли, она родилась, вероятно, специально для того, чтобы проверить, могу ли я вести своего ребенка, не только ученика, который пришел ко мне по рекомендациям. И это было очень сложно отделиться маме от специалиста. Может быть, даже сложнее, чем маме, которая обладает другой специальностью. И я правда скажу, что, поскольку ребенок очень хотел играть в эту игру, она стучала ко мне в кабинет каждый день и говорила, можно, можно. Это означало, можно зайти. То есть она говорила буквально одно слово и улыбалась в четыре года, или два слова и улыбалась. Она не могла сказать предложение, не могла сказать больше, чем три-четыре слова без того, чтобы остановиться. И вот эти большие дислокционные проблемы и проблемы самого рождения в ее развитии, они наложили отпечаток, конечно, на ее речь. И все же я решила сделать это с ней сама. И мы придумали петь все вот эти опевки в то время, что она ходила восьмеркой. Это такое специальное упражнение. Я сижу здесь, ребенок передо мной ходит восьмерками и смотрит мне в глаза и поет. Это было прямо целым нашим открытием, что как просто, как просто, это же так просто. И вот она ходила, и мы довели эту ходьбу до 45 минут, до 50 иногда. После этого восьмерка у нас идет в середине же у нее центр. После этого она концентрировалась очень-очень активно на любом предмете. Можно было научить ее считать. Можно было научить ее каким-то вещам. Именно после этого упражнения. Поэтому это упражнение может сделать любая мама даже пять минут. Даже пять минут. Походить по восьмерками напротив мамы. Посмотреть ей в глаза, ответить на какие-то вопросы. Или ловить мячик. Можно даже просто походить восьмерками и половить мячик. Вот я бросаю вам мячик, вы мне. И так далее. Это тоже очень хорошее упражнение. Концентрацию внимания на развитие речи. Шелли в конце сделала такой успех в развитии речи, что мы выучили 15 песен и нам надо было что-то с этим сделать. Мы увидели конкурс для талантливых детей, который был в ее детском саду, распространялся в ее детском саду. И мы на него пошли. Это был международный конкурс. И Шелли неожиданно для себя в пять с полной лет заняла, нет, в шесть лет заняла первое место зрительских симпатий. Потому что она делает это так искренне и так здорово. И на отмашь, не стесняясь, что зрители отдали ей все свои голоса. И это было очень-очень здорово. Я не сторонник конкурсу, но мы же делали это только для того, чтобы показать самим себе, что мы можем. Если относиться к этому именно так, то тогда конкурс приобретает совсем другие рамки. И мы можем посмотреть на него по-другому. Мы не соревнуемся с кем-то, а мы просто для себя делаем какую-то ступеньку, ставим какую-то ступеньку окончания какого-то проекта для самого себя. Тогда этот конкурс очень классный, играет другими красками. И Шелли так полюбила свои дислексы, потому что, когда ее обследовали, то были все грустные психологи и методисты по поводу моей Шелли. Они с грустью в глазах прямо при ребенке рассказывали, какой ужас и кошмар нас ожидает. Что, конечно, ребенок меня спросил, что это такое? Она спросила своим языком, а, и я сказала, это такой талант, это такой талант. И вот она верила, что это что-то хорошее, что-то хорошее. И она сейчас помогает мне в работе, помогает мне в работе с детишками, которые ко мне приходят. Есть несколько родителей, которые свое расписание составляют под Шелли, чтобы она была на уроке и вела этого ребенка вместе со мной. И сейчас мы посмотрим маленький фильм, в котором Шелли 8 лет, и она ведет детишек в нашей студии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И я взяла ее за основу, я обучала этому многих деток, просто сидеть и рассказывать, придумывать свои сказки. И обучала этому девочку Лию, которая дочь моей ближайшей подруги, и поэтому она очень хорошая подруга в Лошеве, они были одинакового возраста, и с четырех лет эта девочка, к сожалению, заболела ликемией. Мы с ней занимались придумыванием таких сказок по символике йоги, например, что в чакре горлышко живет слоненок в голубой-голубой чакре, и своими большими ушами он летает по воздуху. Вот кого он встретил? Он пошел в гости к большому серому слону, который находится в первой чакре. То есть она придумывала, основываясь на знаниях, основываясь на элементах, на символиках, извините, вот этой йоги, она придумывала свои сказки вместе со мной. И, к сожалению, эта девочка ушла из жизни, но она была настолько радостной, положительной, чудесный ребенок, она попросила Шелли разрисовать все ее и мои сказки. Она попросила меня издать их на все языки мира, и мы обещали это сделать, и за три года все-таки целых три языка сделали. Сейчас мы будем раздавать это в больницах. Вот это наша цель, потому что проект благотворительный, а люди, которые будут покупать эти сказки, прослушивать, носят также в свою лепту, в эту благотворительность. И сказки для всех возрастов годятся от нуля и до ста лет, потому что они действуют успокоительно на нашу нервную систему. Также они дают большую мотивацию изучать эту символику по лёгике и придумывать свои сказки. И я покажу вам несколько калификов, которые у меня есть. Вот, например, маленький, первый план, я, 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 один из символов, но он у меня доминарный. И написано, как карточка, что он означает, где он находится, что это элемент космос, свет голубой, фигура круг, мантра Хан. А дальше Шелли, это Шелли на рисунке, она нарисовала просто пустую такую картинку. И мы спрашиваем перед сном родители, должны читать своему ребёнку, а что чувствует свой, твой слонёнок? Можешь ли ты представить, как он летает по голубому небу? Можешь ли ты полетать с ним, представь, что он тебя зовёт? Вот это наша с Шелли авторская работа, которую мы сочинили два года назад, как вспомогательный инструмент, чтобы детишки во всём мире могли эти сказки сами сочинять. И чтобы не обязательно было приходить к нам в студию, а можно было это делать самим, представлять и сочинять. То, что у каждого это что-то своё и даже каждый день разное. Мы с Шелли решили записать несколько сказок, так как сказки аудиозапись. Все спрашивают, как вы это сделали? Расскажите, как вы это делали? На каком инструменте это играется? Детям это очень интересно. И мы с Шелли решили год назад сделать это вживую, как лайв. Поэтому я предлагаю вам посмотреть, как мы записывали йога-сказки, как они звучат, и посмотреть на эти инструменты. Давай, три. Привет! Вы попали в йога-сказки перед сном. Не забудьте подписаться на наш канал YouTube и заглянуть на наш веб-сайт. До встречи! Привет! Мы начинаем читать книжку «Антилопа» в мире воображения. Лена йога-сказки перед сном. Часть пятая. Сеть из золотых нитей. Во сне антилопа поскакала по левой дорожке. Перед ее взором открылось море. В долине оказался пиратский корабль. Он приблизился к берегу. Из него вышли пираты и вытащили на берег большой-большой-большой сундук. Большой-большой-большой сундук. Мы вытащили на берег и уплывем. Антилопа открыла волшебный большой сундук и вытащила золотую сеть. Там было много разных украшений и драгоценностей. Сколько красивых драгоценностей. Но мне больше всего нравится эта замечательная золотая сеть. Это золотая сеть. Она достала золотую сеть и стала разглядывать ее. Разглядывать и поправлять узоры на золотой сеть. Какая замечательная сеть. Антилопа разложила ее на розовый алмаз. И стала разглядывать узоры и поправлять его рожками. Алмаз заиграл с новой силой, яркими красками. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И в конце я рассказываю еще на две минуты о том, что означает каждый символ. Вот, например, золотая сеть. Это означает нашу связь с силами природы. Ребенку это сразу становится очень классно. Видеть сеть и представлять как интернет, что вот он достает какую-то ниточку, он еще достает, он смотрит на этот узор, он делает себе свою связь с силами природы и берет от природы силы для себя. Сама антилопа – это символ любви, и он находится в четвертой чакре сердца, в области сердца. Так и называется эта чакра. И игра на музыкальных инструментах как сопровождение. Если вы слушаете аудио, запись, то вы очень быстро засыпаете, вам очень приятно, комфортно с этой музыкой заснуть. Также и ребенку, и бабушкам, и дедушкам. Поэтому нет здесь какого-то возраста. И сейчас это находится в свободном доступе. Вероятно, это будет длиться еще месяц, и потом мы закроем и будем делать, раздавать коды для тех, кто это приобретает. Можно ознакомиться с этим пока в нашем веб-сайте Yoga Tells. И тот, кто ознакомится с этими материалами, я буду очень рада и признательна, если вы пришлете ваш фидбэк, вашу рекомендацию или какое-то пожелание, или что-то, что вам больше понравилось, мне или в чат Анастасии, или мне на личную почту в Директ в Инстаграме Иры Шерей. Я буду очень рада, так как это важно для меня и для Шелли. Мы будем продолжать дальше создавать этот проект, и это очень важна любая рекомендация и пожелание. Также в этом проекте созданы уже 10 мультфильмов по сказкам, и мы покажем вам маленький кусочек этого мультфильма. Дети полюбили мультфильмы больше всего, и они также очень хорошо влияют на испокаяние нервной системы. Сейчас мы покажем минуту из этого мультфильма. А рисунки разрисовала Шемина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Челупа Забороженно продолжала смотреть На волшебный алмаз Слоненок Устал Пошел спать И закрыл глаза С моими большими ушами От Тиопа Смотрела Внутрь Розового алмаза Смотрела, смотрела Глаза ее Стали закрываться Он остался Зевать И заснула И ночью Ей приснился сон Что она зашла Внутрь Розового алмаза Что же она нам расскажет Утром Эта милая Антилопа Что же нам Расскажет Что же было у нее Ее во сне Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи вот такой мультфильм один из десяти по 44 сказкам и шели просто рисует 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 эти рисунки а потом видит как они все создаются у профессионального редактора это тоже огромное действие волшебство и занимает нас очень много вдохновение на это очень много вот именно мыслей и получается что мы с шелли постоянно сотрудничаем и несмотря на юный возраст это мой самый большой помощник во всех моих работах я счастлива и на за время вот это сложное время коронавируса который еще не закончилась мы хотели бы чем-то полезными сидя дома и каждый день шели давала инстаграм и фейсбук и ютюб прямые уроки для малышей по йоге и также прямые уроки по вот этим йога-сказкам чтобы деткам маленьким от двух лет до пяти было что-то интересное заняться каким-то такими вот мыслями вещами которые бы успокаивали их и снимали напряжение в результате у шели образовалось очень много таких уроков которые мы сохраняли и мы открыли ей youtube канал и она будет очень счастлива и это будет всегда в доступном всегда в доступе она будет очень очень счастлива если вы зайдете и поделаете йогу со своим малышом там и называется плейлист йога для малышей на русском языке потому что у нее есть также йога для малышей на иврите она делала это параллельно на ивритские детские сады и на русские детские сады с русскоговорящей публикой и это как прям целый этап нашей жизни что в коронавирус состоянии когда все сидят по домам мы в нашей студии кипела бурная жизнь и у нас прямо целое производство было сделать прямой эфир а после этого уже продумывать на следующий день прямой эфир и мы чувствовали какую-то пользу наших профессий в этот необычайно трудный период времени а сейчас для всех остались маленькие фильмы их обработали немножко профессионально сделали начало и конец и можно нужно даже я очень рекомендую если у вас есть малыши показатель йогу для малышей с шелли потому что вот этот эффект когда ребенок объясняет ребенку он намного эффективнее чем взрослая тетя объясняет ребенку здесь есть какой-то вероятно трогательный момент и большой эффект также вы найдете там плейлист музыки который пишет шелли и играет со своей сестрой от нас средняя дочь она играет бланчели которая тоже медитативная музыка и очень успокаивает в любом возрасте и в маленьком и в среднем и в большом я думаю что мы сейчас покажем одну минуту из этого фильма просто что вы знали о чем я говорю и если это вас заинтересует я буду очень рада дать ссылку на ее канал Привет! Попопали йога для детей! Меня зовут Шелли! А меня зовут Шелли А я Лень! Не забудьте подписаться на наш канал Ютуб и на мой Инстаграм Шелли Йога Мьюзик! Давайте начнем! Мы будем сегодня делать сказку про антилопу Сначала давайте вместе посмотрим как антилопа скачет и олень хотите посмотреть но сначала скажем привет Поднимаем ручки Високо-високо-високо-високо Намасте Привет! Поднимаем ручки Високо-високо-високо Фильм который вы сейчас видели был записан ровно где-то где я сижу Просто мы купили одноразовые скафельцы зеленого цвета и сделали такие декорации как будто это поляна Я думаю что наверное вот ровно час прошел я буду очень рада услышать ваши вопросы Так как сегодня была ознакомительная встреча со мной и я должна была ложиться в час рассказать о всех своих методиках и символиках И я очень надеюсь что я уложилась в этот срок и не создала вам какой-то сумбур в голове а наоборот заинтересовала и теперь у вас будет действительно какой-то интерес к чему-то какой-то тематики или вас интересует что-то чтобы я углубилась и объяснила или может быть вам интересно будет послушать еще побольше этой йога сказки или может быть вы хотите чтобы я провела конференцию о методике животных в музыке Я очень буду рада услышать ваши вопросы Вопросы я вот хочу показать Шелли нарисовал фею педагогу сейчас я постараюсь Вот смотрите я даже хочу ее Очень плохо видно в этом зуме Видно вам? Вот Так что Шелли да Шелли талантливый человек Поясни что это было Я сказала что это фея педагогус Это рисунок фея педагогус Это рисунок фея педагогус Ну что по моему было очень здорово У меня есть вопросы можно задать? Я буду рада Конечно В общем я являюсь специалистом по работе с аутистами Хотел бы узнать можно ли вашу музыку и мелодию использовать во время занятий В воде В воде именно да Я плаваю с ними в бассейне Вот и хотел бы попробовать это все совместить Да я буду очень рада если мы будем на связи Вы выйдете со мной в директ И мы будем на связи Я буду очень рада услышать фидбик То есть Именно обратную связь Как ребенок реагирует на эту мелодию Как проходят занятия с этой мелодией А было без нее Я буду рада сотрудничать Так что вы можете написать мне в директ например инстаграм Чтобы быть со мной на связи Можете пожалуйста ссылки в инстаграм И ссылки где можно найти все эти мелодии А также сказки Я могу это переслать лично Потому что они не доступны Хорошо С правом С авторскими правами И я так поняла Что будут ссылки на мой инстаграм Он довольно новый Я просто веду его Потому что все Люди молодого Более молодого поколения У них у всех он есть Поэтому Какие-то Какие-то вещи Авторские Я выкладываю даже там И Просто будьте со мной на связи Там Ира Ширель Очень просто Ира Ширель в инстаграм Ира Ширель в фейсбук Хорошо Спасибо Очень интересно Вы рассказали У меня даже есть некоторые мысли По тому как это все можно совместить в бассейне Тогда я с вами спешусь И Задам несколько вопросов Хорошо? Андрей Ты хотел спросить По поводу Воды Если не спросишь Я спрошу У вас Это я думаю Очень хорошо получится Звук у тебя пропал Мне тут Нашептали Что вы плаванием занимаетесь Я просто живу Рядом с морем И я плаваю каждый день на море Как Это моя медитация Я очень люблю Совмещать спорт с чем-то что меня Вдохновляет на различные идеи И вот когда я ныряю даже в плохую погоду В дождь зимой С головой волны И выныриваю Я всегда включаюсь с каким-то идеями Это мой такой психолог Я так назвала Мою воду Моя вода Это не бассейн Это вода Опять же Это элемент природы И вообще Вода Любая вода Это наше чувство Потому что вторая чакра Ниже вода Это вода Это чакра воды А вода Это чувство Почему? Потому что чувства могут быть Очень приятные Бассейн Замечательно Все чудесно А может быть бурное море С волнами Которые страшные Можно утонуть То есть чувства-то разные у нас И поэтому Именно вода Олицетворяет этот элемент Вода олицетворяет наши чувства Спасибо за ответ Ира, вопрос Не отменяйте Достаточно много специалистов Проводит Занятия с детьми Различные В воде Особенно Это касается Помощи детям С детским церебральным параличом И так далее Вот в израильских бассейнах Я думаю В бассейнах Других стран мира Есть тоже такое Есть специальные такие Приспособления Для спуска В воду Кстати Такое же Вот я видел Рядом с нами Есть такой Как бы Ипподром Для Для развития Для развития Особых детей Называется Амир Буквально Четыре минуты езды От нас Как-то так она сложилась Называется Амир Но некоторые из тех Кто К нам приезжали в гости Они там были Там Ипподром Лошади Всякие Вот Помогающие детям Разные животные Зоопарк Ну Да Это все началось Картинка с Бассейнов Которые Мы когда-то ходили Всей семьей И видели там Такое специальное Приспособление Для спуска В воду Детей Ну и не только Детей С различными Ограничениями В движении Вот Твой опыт Как специалиста Работающего С детьми Насколько Это Важно Именно Проведение Каких-то Лечебных Оздоровительных Мероприятий Связанных С плаванием Или Просто даже С водой Скажем Ванной Просто Просим поделиться Своим опытом Человек который Ну некоторые отношения Ежедневные К этому Имеют Я С удовольствием Поделюсь Своими Мыслями Которые Основаны Именно на моих Каких-то Восприятиях Этого Очень многие Дети Которые плавают В воде Поле Расслабленное Именно В мышцах И Тогда Вот это Состояние Расслабленности Дает им Сфокусироваться Более точечно На каких-то Вещах Которых Мы Обучаем То есть Физическое Расслабление Организма Я их Так ощущаю Очень многие Детишки Ко мне приходят Например После плавания Я их ощущаю Более Расслабленными И Готовыми К принятию Знаний То есть Они Успокоенные Этой водой Потому что Вода В которой они плавают Всегда Спокойная Их никто не бросает В бурную реку Они не должны Сражаться С волнами Они плавают В спокойной воде Спокойная вода Дает им Спокойство И в душе И в теле А это спокойствие И расслабление Душевное Физическое Именно Оно Способствует Раскрытие Раскрытие Их Потенциального Восприятия Любых Знаний Так Я воспринимаю Воду Как сотрудника Для работы В любых областях То есть Для меня Плавание Ребенка в воде Является Обязательной программой Я считаю Которая Поможет Любой области Любой Вот То есть получается Через Когда ребенок плавает Он расслабляет тело Уже через расслабленное тело Уходит напряжение И Все остальные процессы Уже идут Более Позитивно Да Но это не только Именно все остальные процессы Идут позитивно А он готов Принять Больше Он готов Принять Больше Я это даже Представляю Это как-то образно Что например Человек Зажат А когда он Расслабляется Он расширяется И тогда в него Как в сосуд Можно Поместить Какую-то информацию Которую бы он не Воспринял В таком Сжатом состоянии То есть Если он Расслаблен Он раскрыт Если он Зажат То он Мало может Можно Мало Положить что-то Как будто Это чашечка Для кофе Турецкого Маленькая Если вы Зальете в нее Очень много Воды Она выльется И информация Все равно Останется Вот такой А если например Что-то Более большое То можно Больше залить туда Знаний И так далее Поэтому мне кажется Что вода совмещается С любым видом Не даже не совмещается Она Способствует Восприятию Более большого Любого предмета Есть еще Какие-то вопросы Очень понравились Сказки Наверное Будем искать В ютубе Чтобы посмотреть Послушать Еще Хотел Если это возможно Отдельно Про методику С животными Наверное Многие детишки Любят Именно Вот Животных И С музыкой Животными Да Я наверное Был один Такой разговор Потому что Сегодня Было Голопом По Европу Если Будет Надобность Сфокусироваться В какую-то Одну Область Я в ней Сфокусируюсь На час На час Расскажу Что мама Может сделать Сама То есть Я понимаю Своё предназначение На этой конференции Отправить вас На какую-то Ссылку Чтобы вы делали это сами Дать вам какое-то Понимание Чего-то Простого Что вы можете сделать сами И это бесценно Потому что Специалист приходит Раз Вот Например И на час И уходит А мама находится Постоянно Или кто Находится Из родственников И иногда Бывают совсем-совсем Простые вещи Которые можно делать На постоянной основе Но они очень Улучшают уровень жизни Спасибо Кто-то ещё Хочет спросить Я вот хочу сказать Что вот Сегодня Вы видели В фильмах Такой инструмент Совершенно потрясающий Похожий На летающую тарелку Так вот Звук у него Конечно волшебный Но вот Мы имели недавно Возможность убедиться Что играть на нём Очень непросто То есть Чтобы извлечь из него Вот эти звуки Вот Шелли сидит И она как бы Кажется что она слегка касается Да и есть звук Так вот Если вы возьмёте Этот инструмент в руки Что это очень И очень непросто Это просто вот Тоже Просто признак Профессионализма Наверное Хотя инструмент Совершенно Замечательный Да Это Правда Я Я думаю Что Это единственный Пожалуй Инструмент Который я могу слушать Часами И Как профессиональный Музыкант Все остальные инструменты Через какое-то количество Времени Меня начинает разгражать По-моему Единственное Что я могу просто Целыми днями Слушать и оно Мне не мешает И не надоедает Это даёт какое-то состояние Спокойствие Спокойствие Это состояние Спокойствие Я постараюсь Что Что Чем они могут быть Полезными Хорошо Давайте я попробую стукнуть По гонгу И скажите Слышен ли он Через Зум Потому что Это Я постараюсь Это сделать Я вам его Покажу Более Цельно Звука Звука Не было Вообще А Звука 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 Не было вообще Не идёт Не идёт Что это Попробуй посильнее ударить Вот теперь слышно. Вы его слышали в фильмах. Его звук разветвляется на множество, на множество еще звуков, которые называются абертоны. Вслушиваясь в их частоты низкие, опять же, происходит такая концентрация внимания. Вот слух, именно это чувство работает на все 100%. И происходит этот эффект, что вы фокусируетесь на звуке, а потом у вас есть способность фокусироваться на чем-то, что, например, было для вас сделать трудно раньше. Вот этот гонг, он как мой соратник, как проводник для того, чтобы дети почувствовались более успешными. То есть они, когда ударяют вот этот гонг и слышат прямо, слышат все вот эти звуки, происходит такой момент баланса, я бы сказала. У них что-то просыпается для восприятия какой-то информации, которая была раньше для них недоступна, сложна. Это о гонгах. Кто-то еще что-то хочет сказать? Ирена, например, есть ли какие-то вопросы? Да, хочу очень поблагодарить Ирину. Такие уникальные сочетания ваших личных качеств и методик. Очень мне интересно. Я работаю с методиками голоса и фольк-терапия, основанная на древних белорусских таких обрядовых, ритуальных, старинной женской магии, песнях. И для меня было очень много нового, инструменты потрясающие. Сама методика передачи через детей, по-моему, это просто невероятно крутая штука. Это настолько, это такой канал, который, ну, очень близко. Ребенок-ребенок, это, ну, волшебная вещь. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Мне очень-очень приятно, потому что это от коллеги такое восприятие. Это правда, это бесценно. Спасибо большое. Как все артисты и люди творчества, для нас очень важна какая-то обратная связь. И такие люди обычно, они думают, так, что я могу еще дать, да? То есть, чем больше нас хвалят, тем больше мы хотим еще что-то создавать. Я это вижу только так. Да, это абсолютно так. Я вижу, что когда заглядывают в YouTube-канал Шелли, она так счастлива, что ей хочется сделать еще что-то. У нее нет никакого эго, что она такая крутая. Ей сразу хочется еще чем-то быть полезным этому миру. Это меня безумно радует. Да, это такая органика, давайте брать гармонию обмена. Да, здорово. Поэтому заходите на ее канал, посмотрите и подпишитесь, она будет безумно рада. Так, все в раздумьях. Девушки Ирина и Рена, ну, можно запланировать встречу у нас в обозримом будущем, чтобы более конкретно поговорить. сообразим на троих, в смысле вы сообразите на троих, потому что мы собираемся приобрести один музыкальный инструмент, который будет третьим в вашем диалоге, о разговоре, общении. Это тот инструмент, который порекомендовала Ирина из предложенного списка. Ну, может быть, в течение обозрим будущего моего кофе, это будет органола Корк Си-1. Замечательное звучание. Я ее встретил пару недель назад. И вот сейчас мы ее скоро пригласим. И будем радоваться общению с ней тоже. Инструмент замечательный. Я просматриваю видео на эти темы, смотрю, как она звучит. Да, у него прекрасный звук, очень благородный темп. На этом мы тогда завершаем. Если кто-то еще что-то хочет сказать? Если пока вопросов нет, я говорю пока, потому что, вы знаете, всегда можно нам задать вопросы, даже получить ответ какой-то. Иногда в чем-то полезно. Если пока вопросов нет, заканчиваем конференцию. Благодарим всех участников и до новых встреч. Я желаю всем всего самого доброго, всего самого лучшего. И можно всегда задать мне вопросы и через Давида, и напрямую через Инстаграм или Facebook на личной почте. Всего доброго всем. Всем радости и здоровья. До свидания. Большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова